Добрый день, уважаемые! Вас приветствует Центр обучения специалистов Прим.ГТУ Минибаумана. Заниматься в Центре можно не только очно, но и заочно при помощи вебинаров. Слушатели получают престижное свидетельство об окончании курса. И, кроме того, они потом могут устроиться на работу. Если это курсы для подготовки ГИА, ЕГЭ, то тоже даются знания на хорошем уровне. Так, с вами ваш преподаватель Перебеноса Инна Григорьевна. Я хочу вам обратить ваше внимание на то, что курсы специалистов могут оказать вам фактически безграничную помощь. в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, к сдаче экзаменов по математике и не только по математике, по физике, информатике, русскому языку, иностранным языкам. Значит, что я могу сказать о курсах по математике? предлагается курс подготовки к сдаче ОГЭ для девятых классов. Предлагается курс для подготовки к сдаче ЕГЭ. Это ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ часть первая, подготовка к ЕГЭ часть вторая, подготовка к ЕГЭ интенсив. Значит, здесь я на чем хочу сделать акцент? Дело в том, что правильно выбирайте себе курс для того, чтобы заниматься. Если вы хотите получить какие-то существенные баллы, высокие, да, тогда нужно брать курс подготовка к первой части, курс подготовка к вторая часть. Если вы хотите, ну, уверенно сдать на какой-то средний балл, имея не очень высокий уровень подготовки, тогда нужно брать курс интенсив. Понимаете? Курс интенсив, он не рассчитан на получение таких уже очень высоких баллов. Скорее всего, это значит, нужно помочь человеку подняться до какого-то уровня, кто там как сможет индивидуально, но, в общем, это вот так, да. Значит, если много баллов требуется, если серьезный вуз готовитесь поступать, значит, нужно брать первую часть и брать вторую часть. Потому что, вот проанализировав то, что было с экзаменами в прошлом году, люди решали вторую часть, да, теряли баллы в первой части. Вот знаете, как это обидно? Из-за того, что там не решил какое-то задание. То есть первую часть надо готовить и решать идеально, отнестись со всей серьезностью к подготовке первой части, потому что там дают серьезные баллы. И они достаются значительно легче, чем баллы из второй части. Поэтому ни одного не упустить желательно. Понимаете? Вот. Поэтому думайте, как вы будете, какие курсы себе брать. Ну, если хотите 68-72, тогда можно интенсив брать. Если больше, тогда надо брать первую и вторую часть. Понимаете? Вот. Нужно поставить себе цель правильно выбрать курс и прилагать все возможные усилия, а преподаватель всегда готов помочь. Значит, вот сегодня мы пройдемся так, не спеша по всем проанализируем ошибки, какие были в 2016 году и рассмотрим, какие задания в этом году они планируют. То есть немножко будут изменения, задания будут немножко другие. Вот примеры из профильного уровня. Задание профильного уровня. В городе Энн живет 150 тысяч жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых 45% не работают. Пенсионеры, студенты, домохозяйки. И сколько взрослых жителей работает? Вот ошибки в первом задании – это если человек невнимательно читает условия. Если он неправильно понимает условия задачи. Это первая ошибка может быть сделана неправильно поняла. Вторая ошибка – это то, что арифметика неправильно можно вычислить. Вот это задача на проценты здесь предлагается. Значит, задача на проценты. Вот у меня здесь сидит слушатель, я ему задам вопрос. Вот с вашей точки зрения, как бы вы решали эту задачу? Ну, мне работают у нас получается 60% от всего населения, от 100 тысяч, потому что 15% детей, ну и 45% взрослых мне работают, от 60%. И 150 тысяч, получается, ну, 60% – это 6 десяток. 150 тысяч умножить на 60. То есть тип задачи на проценты, как найти часть от целого, вы знаете, да? Чтобы найти части от целого, нужно количество процентов в долях единицы. То есть вы правильно говорите, если это проценты, 45% – это 0,45. Если это 60%, это 0,6. То есть мы часть, мы целые умножаем на проценты и получаем, сколько эти проценты составляют. То есть правильно, ну вот правильно ли вы поняли задачу? А, нет, это мы найдем, тогда сколько ни дня работает. И надо потом из всего вычасти то, что у нас получилось. Смотрите, в городе живет 150 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Значит, сколько взрослых там? Среди детей, да. Нет, не среди детей. В городе живет 150 жителей, тысяча, да? Из них 15% дети. Тогда взрослых… 85%. Взрослых 85%. А сколько это? 85%. Да. Ну, надо посчитать. Это, ну, давайте я вам сейчас попробую записать. Значит, 85%. Как найти 85% от 150 тысяч? Нужно в долях единицы проценты. Мы перевели 0,85, да? Умножаем на количество целого, то есть на количество наших жителей. Это сколько? Да, это 150 тысяч, да? И мы получим, сколько у нас взрослого населения, да? А дальше сказано, что 45% уже из взрослого, понимаете? То есть нам надо брать 45% вот от этого произведения. То есть вы поняли? Вот первая задача элементарная, да? И вот представьте, на экзамене вы еще будете нервничать. То есть вот на такие моменты надо обязательно обращать внимание. Значит, если 45% не работает, тогда работает сколько? В смысле, да, а 45%... Давайте вернемся к условию задачи. В городе Н живет 150 тысяч жителей. Среди них 15% дети и подростки. Нашли сколько взрослых, да? Дальше. Среди взрослых 45 не работают. Ну, получается, что... Сколько взрослых жителей работает? Уже от другого числа мы берем процент. 55%... Да, да, вы правильно. Так, то есть 0,55 умножаем на 0,85 умножаем на 150 тысяч, да? Вот здесь у нас чистая арифметика. Здесь две цифры после запятой. Мы можем написать 85, убрать два нуля. Согласны? Здесь две цифры после запятой. Мы можем убрать еще два нуля, и в результате нам нужно перемножить 55 на 85 на 15, да? Это можно в столбик аккуратно сделать. Я думаю, вы справитесь, да? Я не буду вас сегодня заставлять это делать, но на самом деле неплохо бы проверить, потому что вот тут арифметическое может быть, понимаете, и это обидно. Ну, значит, надо просто собраться и аккуратно это все сделать. Значит, я тут посчитала, у меня получилось 70 125. Ребята, которые подключились у нас при помощи вебинара, слушают, могут меня перепроверить. Может, я ошиблась? Если кому-то интересно, можете перепроверить. То есть получили вот 70 125. Значит, как видите, казалось бы, совершенно простая задача. Так, дальше. Дальше. Вторая задача, она более простая. Поезд отправился в Москву из Санкт-Петербурга в 23 часа 50 минут. Время московское. Прибыл в Москву в 7 часов 50 минут. Следующих суток. Сколько часов поезд находился в пути? Ну, тут загвоздка в том, что без минут надо, то есть сколько именно... Сколько часов находился в пути? Да, на единицы измерения обязательно нужно обращать внимание. Да, получается, сейчас я расскажу. 7 часов, получается, в пути. Вот смотрите, поезд отправился в 23 часа 50 минут. Значит, 10 минут не хватало до 12. То есть 10 минут у нас есть. После 12 он ехал 7 часов 50 минут. Да, еще 10 минут он ехал до 12. То есть 7 часов 60 минут, а всего 8 часов. То есть надо решать, потренироваться. Вот эти задачи, они не сложные, если есть опыт решения. То есть нужно просто посидеть, порешать. Бывают задачи, когда вот вы покупаете цветы, здесь нужно учесть, что обычно не дарят четное количество цветов. Если у вас денег хватает на 10 цветочков, то девушке вы не подарите 10. Вот на этом надо понимать, да? Если у вас, допустим, хватает денег, достаточно денег на 3,5 банки краски, то вы не придете в магазин и не скажете, дайте мне 3,5 банки краски. Она не даст вам, понимаете? То есть этот штучный товар, то есть вы можете купить только 2 краски банки. Вот на вот эти моменты нужно обращать внимание. То есть это то, что по поводу первой задачи. По поводу задачи номер 2, это решается правильно больше 90%. То есть фактически с графиками никаких проблем не бывает. Но все-таки кто-то не решает их правильно. То есть среди вот этих, которые больше 90%, тоже попадаются, решаются ошибками. Чисто технические, я думаю, ошибки на невнимательность. Значит, здесь задача. Дана диаграмма. Температура по вертикальной оси дана, да? Здесь на цену деления надо обращать внимание. Обязательно может быть ошибка, да? Но здесь вот, допустим, все как бы четко, да? И месяцы по горизонтальной оси. Спрашивается, насколько разность между наибольшей и наименьшей среднемесячной температурами. Ответ дайте в градусах Цельсия. Ну, то есть наибольшая была в августе сколько? 24. Наименьше 4, когда лет. Значит, разность. Надо вычислять. Да, но дело в том, что здесь еще что может быть? Здесь может быть одна температура положительная, а вторая отрицательная, понимаете? Если бы здесь было не 4, а, допустим, минус 4, тогда перепад был бы какой? Было бы что? 24 минус, минус 24. Понимаете, о чем? Да. И перепад был бы сколько градусов? Я вам помогу. Да, если бы температура была отрицательная, здесь тоже надо на это обращать внимание. Если бы у вас было 24 градуса максимальное, а минимальное тогда была бы какая? Минус. Мы же от большей отнимаем меньшую, но вычитаем-то мы отрицательную, да? А в этом случае вот эти два минуса нам дают плюс. Да, и получается, что в этом случае был бы перепад температуры на 28 градусов, понимаете? То есть с учетом знака. Ну вот, казалось бы, такая милость, но может вот именно такие задания и дают вот эту ошибку, которая получается в результате. Так, что еще? Так, следующее задание посмотрим. Это задачи из теории вероятности. Здесь приведены самые простые задачи. Задачи могут быть сложнее на экзамене, сложнее намного. Они обычно, как бы, компенсируют. Если дали легкую геометрию, дадут посложнее теорию вероятности. И наоборот. То есть надо быть готовым ко всему. Ну, самые простые задачи. В фирме такси в наличии 60 легковых автомобилей. 27 из них черного цвета с желтыми надписями на боках. Остальные – желтого цвета с черными надписями на боках. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина желтого цвета с черными надписями. 33 поделить на 60. 33 поделить на 60. Здесь не только задача теории вероятности. Здесь, возможно, проверят вас, как вы аккуратно умеете работать с дробями. 33,60. Да, получили. Формула для теории вероятности – это вероятность P от А. У вас просто сегодня вебинар, поэтому в основном я буду работать в поинте. А так, есть возможность на доске тоже порешать. Я приглашаю, и дети решают. То есть будет это отношение интересующих нас возможностей ко всем возможным событиям. То есть интересующие нас события к возможным событиям, отношениям. Ну и, соответственно, в долях единицы у нас получается у нас получается ответ. Дальше. 33,60. Можно разделить, превратив в десятичную дробь. А можно сократить и домножить. Можно записать, что это будет на 3. 11,20. Да. Это будет 11,20. А потом, чтобы получить десятичную дробь, надо, чтобы здесь было 100. Да? Да, умножить на 5. Вот видите. Хорошо. Это все равно, что 0,55. Но записывать вам надо будет в десятичных дробях. То есть это будет 0,55. И никак по-другому. Причем каждый знак в отдельной клеточке. 0 отдельно, запятая следующая, 5,5. То есть вы для вот этого ответа задействуете 4 клеточки. Так, хорошо. Дальше что у нас по условиям? Ну вот простая тоже задача. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов. Только в двух билетах встречается вопрос о грибах. На экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что в этом билете будет вопрос о грибах. То есть... Как мы будем решать? Всех... В знаменателе что? Все возможные исходы. 25, да? А в числителе интересующие нас. 2, да. То есть 2,25. А если 100 знаменателей получить, надо расширить дробь, умножить числитель и знаменатель. Нет. Не 4 внимательнее. Может вам карандашик писать? Потому что, как бы, когда рука... 8 сотых. Да, 8 сотых. Вот это обидная уже будет ошибка. То есть 2,25, чтобы получить сотые, мы можем делить в столбик, а можем... Да? Просто расширить дробь. Здесь просто. Это сэкономит вам время для решения второй части. Если умножить числитель и знаменатель на 4, получается 8 сотых. Значит, вот теория вероятности. Теорию вероятности решают неплохо. Обычно это больше 60% все правильно сделано. Есть еще время подготовиться. Так что, я думаю, у вас будет такая возможность за год подготовиться. Кстати, 22-го числа Статградовская работа будете писать. Теперь геометрия. Вот в геометрии тут бывают обидные ошибки, потому что люди просто плохо знают геометрию. В Москве с геометрией очень плохо. И даже, я думаю, тут скорее какая-то все-таки психологическая проблема. Потому что я не знаю, почему геометрии боятся даже девятиклассники, которые ко мне приходят. Вот я алгебру вторую часть буду решать, а геометрию, да вы что? Это так страшно. А что же там страшного? Вот в данном случае посмотрим два немножко разных задания. Четырехугольник А, Б, С, Д вписан в окружность. Угол А, Б, С равен 82 градуса. А угол А, Б, Д равен 47 градусам. Значит, угол А, Б, С. Давайте я вам его красненьким обозначу. Угол А, Б, С – 82 градуса. И дальше. А угол А, Б, Д 47. Угол А, Б, Д 47. И спрашивают угол А, С, А, Д. Угол С, А, Д. Значит, это свойства вписанных и центральных углов. Здесь какое свойство мы применим? Угол Б, О, А получается, он прямоугольный? Ну, а откуда мы знаем, что мы прямоугольным? Мы про угол Б, О, А вообще ничего не можем сказать. Потому что мы же не знаем, чему он равен. У нас недостаточно данных. Мы здесь чем воспользуем? Мы можем найти угол С, Б, А. Нет, С, Б, Д. Можно найти угол А. С, Б, Д. С, Б, Д чему будет равен? Восемь, зеленый на 47. Это? 35. 35. Я запишу другим цветом. 35 градусов. Это речь идет об этом угле, да? Да. А здесь мы воспользуемся свойством вписанных углом. Два угла, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. Да? Вы знаете такое свойство? То есть, смотрите, вот эта дуга С, Д, я ее желтым сейчас обозначаю, да? Дуга С, Д, на нее опирается угол С, Б, Д, и на нее же опирается угол Д, А, С, да? То есть два угла, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. Знаете такое свойство? Слышали или нет? Слышали. Слышали. То есть, если вот этот 35, тогда этот тоже, тоже 35 градусов. Как видите, вот любят они вот эти задания с центральными вписанными углами. Вероятность очень большая, что оно попадет. Именно вот эта тема попадет на экзамене. Ну, поэтому надо обратить на нее внимание и немножко потренироваться. для курса первая часть геометрия тоже представлена в хорошем таком достаточном объеме. Есть возможность порешать все эти задания, понимаете? И разобраться, что вот с этими углами происходит, как их находить. Потому что здесь же нет ничего сложного, если, понимаете, элементарные вещи позволяют набрать какие-то баллы. Поэтому я и говорю, что нужно правильно выбирать себе курс. Так, и теперь. Ну, эта задача совершенно простая. Вторая предлагается здесь вашему вниманию. Треугольник на листике в клеточку. Здесь или вы дорисовываете до прямоугольничка и лишнее отрезаете. Потом вычитаете из площади лишнее. Просто иногда бывают фигуры такие геометрические дают, что трудно ее найти, площадь. Поэтому всячески изощряются, чтобы площадь была вычислена. Но базовые формулы для нахождения площади треугольника нужно знать. Их несколько базовых. Одна из них – это через основание и высоту. Если посчитать, у нас высота здесь две клеточки, основание – шесть клеточек. Это видно? Видно. Значит, формулу вспоминаем. Формула для нахождения площади S-треугольника. Это 1 вторая. Обязательно не потерять 1 вторая. А на H. Да. 1 вторая А на H. Значит, что получается? У нас 2 умножить на 6 и разделить на 2. Потому что 1 вторая, двоечка у нас уходит в знаменатель. Все сократили, получили 6 площадь вашего треугольника. Тоже вполне по силам это решать задачи. Ничего там такого уж страшного я не вижу. Дальше. Найдите корень уравнения. Это показательное уравнение. Как они решаются, эти уравнения? Приводится к одинаковому основанию левая и правая части. После этого мы можем приравнять показатели степени. То есть вот эти выражения. И решить линейное уравнение. Может быть линейное не всегда. Может получиться в результате какое-нибудь квадратное уравнение. Дробно-рациональное. В общем, любой вид уравнения при этом может получиться. Но, в принципе, он решается. Значит, попробуйте решить самостоятельно сейчас. 3 в степени х-3 равно 81. Значит, 81 надо привести к основанию 3. Да, это 3 в четвертой степени. 3 в четвертой, хорошо. 3 в степени х-3 будет равно 3 в четвертой степени. После этого мы сначала одинаковые основания. Это обязательно не форсировать. Потому что получаются обидные и глупые ошибки. Значит, по-моему, не 3, а 2 было по условию. Ну, ладно, давайте это решим. Это уже, я думаю, не принципиально в данном случае. 3 в четвертой степени х-3 равно 4. То есть, получается, что х равен 7 и переносим. Меняем знак на противоположный, не забываем. Значит, показательные уравнения, если будут, это, я считаю, самый легкий вариант. Потому что дети, вот по моим наблюдениям, показательные уравнения решают очень неплохо. Тригонометрия, любимая тригонометрия. Здесь надо формулу знать. Найдите синус 2 альфа. Формула двойного угла. Не напомните мне, как эта формула звучит? У меня была синус альфа на 2 косинус альфа. Синус 2 альфа – это 2 синус альфа умножить на косинус альфа. Формулу двойного угла – это обязательно. Очень любимая формула у составителей Кимовна и Г. Они обязательно ее куда-то всунут. Такого прям не бывает, чтобы у нее не было. Значит, формулу мы знаем. Дальше. Косинус альфа у нас известен. 0,6. Нам нужен еще что. Вы это задание запишите и письменно его попробуем сделать. Значит, косинус альфа у нас известен. 0,6. И угол задан. Угол альфа у нас лежит между π и 2π. Это в какой четверти он лежит? Между π и 2π. π. Когда мы получим? Начало окружности, да? Начало отсчета. Да, вот сюда π, а вот сюда 2π. Да, это третья или четвертая четверть. Но какая? Тут мы можем посмотреть на наш косинус. Он нам подскажет. Косинус положительный. Если косинус положительный, значит четвертый. Значит, в четвертой четверти. А синус будет какой? Отрицательный. Синус отрицательный и для этой четверти, и для этой. Так что даже если вы не додумаетесь сравнить, ну, более конкретизировать четверть, то все равно тут понятно, что синус будет отрицательный. То есть у вас, в вашу формулу нужно подставлять синус с минусом, да? Для чего вот этот угол дается в этих заданиях? Чтобы вы правильно поставили знак. Потому что знак потеряете, не зачтут ответ. И теперь попробуйте вычислить. Синус 2 альфа у нас равен чему? 2 синус альфа на косинус. И подставляем значение. 2 синус альфа умножить на косинус. Но у нас косинус известен, 0,6, да? Косинус у нас известен, а синус нет. Синус нужен найти. Косинус у нас известен. Косинус альфа у нас равен 0,6. А вот синус нам нужно вычислить. Как мы вычислим синус? Мы применим волшебную форму, очень легкую, которую все любят и знают. Эта формула называется основное тригонометрическое тождество, да? Для одного и того же угла выполняется какое тождество? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равняется единице. Да? То есть, если у вас косинус известен, тогда синус мы можем найти. И синус будет равен. Единственное, что мы уже разобрались с тригонометрической окружности и знаем, что для нашего угла, для заданного в соответствии с условием, синус будет отрицательным. А вот чему он будет равен? Записываем формулу косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа и все это равно единице. Отсюда. То есть, мы вместо косинуса поставляем 0,6 квадрата. Да, и получается, что у нас неизвестен только синус. Отсюда синус будет равен плюс-минус, вообще-то, если формулу брать, потому что из-под корня может выйти и положительное число, и отрицательное. Просто нас не интересует положительный синус. А здесь будет единица минус синус квадрат альфа. Теперь подставляем и вычистаем. Сделайте сами. Единица минус синус квадрат альфа. Минус косинус, извините. Да, минус косинус квадрат альфа. Мы же синус ищем. Минус косинус. Получается плюс-минус корень из 0,4. Ну а как вы 0,4 получили? У нас 0,6. А в квадрате это 0,6 квадрата это 36 сотых тысяч сотых. Да, сотых. Если возводите одну цифру после запятой в квадрат, получаете после возведения две цифры, да, после запятой. Вот так получается 64 сотых и корень из 0,64. Получается 0,8. Да, минус 0,8 для нашего угла, который нам задан по условию. Все, а теперь просто подставляем и вычисляем. То есть что у нас получается? Я вот здесь вот красненьким напишу, чтобы было видно. Значит, получается, что я умножаю 2. Я подставляю прямо вот ниже зеленой формулы, базовой, которая умножить на 0,6. Дальше умножить на минус 0,8. 6,8, 48, две цифры после запятой, минус 0,48. Да, еще на 2 получили минус 0,96. Вот ваш ответ. Записывайте в каждую клеточку отдельно. Это помните, да? То есть минус 0,96. Вот обращаю ваше внимание, потому что обидно, если из-за этого будут у вас ошибки. Ну, на применение базовых тригонометрических формул задания в первой части. На тригонометрию обратите внимание, потому что очень часто попадаются тригонометрические уравнения во второй части, которые несложно решать, и дети обычно их решают. Мы сегодня дальше рассмотрим такие уравнения. Теперь. Очень плохо и непонятно мне лично почему решаются задания из производного. Производного в школе уже прошли. Просто у всех разная немножко программы, разные базовые учебники, и не все одинаково идут вот по программе. Я взяла, потому что кто-то прошел уже производную, кто-то еще будет проходить. Значит, вот такое задание. Производная. Геометрический смысл производной. Напомните мне, что это такое? Геометрический смысл производной. Геометрический смысл производной. Я вам помогаю. Это тангенс угла наклона касательной. Я не буду вам сейчас рисовать здесь графику, а просто проведу прямую линию. Вот какая-то прямая линия. У нее угол какой рассматривается? Угол наклона берется между прямой и положительным направлением оси Х. То есть вот этот угол. Тангенс угла, это вы помните, да? Это отношение противолежащей стороны к прилежащей стороне. То есть тангенс можете найти. Если вы найдете тангенс этого угла, то вы найдете и производную. Есть такие задания. То есть это геометрический смысл. Тангенс угла наклона касательной. Не забывать, не перепутать, что противолежащий к прилежащим, чтобы найти тангенс этого угла. То есть если у вас вот это А, вот это Б, а угол, допустим, обозначим альфа, тогда тангенс угла альфа, это А разделить на Б и никак иначе. Но тут есть одно но. Какое оно? Если у вас угол острый, то тангенс у вас будет положительным. А если угол тупой, то тангенс будет отрицательным. Вот если я проведу вот так, тогда тангенс угла будет отрицательным. Вот знак главное не потерять. И тогда все будет нормально. И брать угол между прямой и положительным направлением оси Х. Понимаете, да? Теперь давайте вернемся к нашему заданию, которое на самом деле простенькое, но нужно его сделать. На рисунке изображен график функции y равно f' от x. Значит, первое, что когда перед вами задание с производной, определите для себя, что у вас за график. Это производная или это функция? Потому что там же все разное получается, да? То есть у вас производная, не функция, да? Интервал задали. Обратили на точечки. То есть, видите, точечки выколотые, не входят в интервал. Да, это тоже важный момент. Найдите количество точек минимума функции f' от x, принадлежащей отрезку от минус 6 до 4. Значит, от минус 6 до 4. Минус 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это вот отсюда. И досюда 4. Значит, сколько здесь точек минимума? Давайте попробуем от минус 6 до 4. Я вам сейчас помогу. Значит, от этой точки до этой точки. спрашивают, сколько точек минимума расположилось на этом промежутке. Минус 6 входит, да? Интервал входит в минус 6. 4. Так. Еще раз. Как вас зовут? Семен. Семен. Это же мы определили, что это у нас не функция, а производная. Если бы это была функция, да, точки локального минимума мы могли бы так посчитать, да, на этом отрезке, вот это минимум, на этом вот это. Но у нас, у нас график производной построен, а там все наоборот. Там, где пол, там потолок. У них все? Так. Я отвечаю в 3. А как вы посчитали? Ну, если наоборот, тогда... В каком случае бывает вообще точка максимума и минимума? В этой точке, где максимум и минимум, производная чему равна? Нулю. А где у нас производная равна нулю? А вообще на оси? Вот на этом интервале, где производная равна нулю. Как нет? Вот одна точка, где ваш график пересекает ось XO. Да? Вот производная, где равна нулю. Теперь нужно понять, минимум это или максимум. Потому что ответ же надо писать. Сколько точек? Если производная меняет знак с минуса на плюс. То есть производная меняет знак с минуса на плюс. Здесь ведь так поменяла знак? Вот здесь она отрицательная была, стала положительной. То есть и прошла ноль. Значит, это точка минимума. И наоборот. А вот эта вот точка, она у нас за гранью нашего интервала. Но вот эта точка какая? Точка максимума. Потому что знак меняла с плюса на минус. Да? Вот это будет горка, точка максимума. Вы не стесняйтесь. Вы просто вот возьмете себе карандашиком и все это нарисуйте. Только я же вам что говорила? Определитесь, что за график. Да? Если просто функция, то там, где вверху, там будет максимум. А здесь наоборот. Здесь максимум и минимум будут именно в тех точках, где она пересекает оси х. Там, где ноль. 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 Мы по у смотрим. Х может быть любой, а у равен нулю. Понимаете? То есть вот ноль функции. Хорошо. Еще аналогичное задание. Так. Не повернуть, а удалить. Дело в том, что вот именно с производной почему-то не особенно получается задание. Непонятно почему. Вот такая. На рисунке изображен график функции. Вот это уже функция, да? То есть синусоиду какую-то нарисовали. Ну, похоже, да, на синусоиду. Найдите все отмеченные точки, в которых производная функции отрицательная. То есть у вас функция, а производная отрицательная. Когда производная будет отрицательная, когда функция что делает? Убывает, да? Вниз. То есть едешь с горки. Функция убывает, значит, у тебя производная будет отрицательная. Вот точка х1 и х2, функция что делает? Растет. У тебя это график функции. Значит, здесь производная будет положительная. Здесь будет отрицательная. Убывает. Она вот отсюда убывает. И сюда, сюда, сюда убывает. Здесь она опять возрастает. Да. Значит, сколько сюда точек попало? Три. Дальше. Здесь она возрастает, да? И еще одна убывает. И еще одна убывает четыре. То есть четыре точки, где производная будет отрицательная. Ты в ответе пишешь четыре. И вот такая задача. В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно 7,5. А сторона основания равна 10. Найдите высоту пирамиды. Это не сложная задача. Здесь, что используем для решения, можно воспользоваться теоремой пиравора. Значит, на что обращаем внимание? В правильной четырехугольной пирамиде. Правильная четырехугольная пирамида – это значит в основании правильная геометрическая фигура. Правильный четырехугольник. А правильный четырехугольник – это квадрат. Это первое условие того, что у тебя правильно. И второе условие – твоя высота должна быть перпендикулярно основанию. Понимаешь? И она как раз должна приходить вот в центр пересечения твоих диагоналей. То есть ни какая-то наклонная, ни смещенная, ничего. Вот это правильная твоя пирамидка. Да? Значит, понял. И теперь нам нужно решить эту задачу. Открывает страдочку «Попробуй решить самостоятельно». Тебя просят найти высоту. Ищем высоту. Если мы посмотрим на свою пирамидку сверху, то увидим, что у нее все стороны равны. И все они по 10 сантиметров. Значит, высота будет проведена строго в центр. Значит, это будет половина твоей диагонали. Тебе нужно найти половину диагонали. Ищем высоту. Здесь можно или воспользоваться теоремой Тифагора, или если кто-то более продвинутый, то он знает, что диагональ квадрата равна корень из двух А. А – это сторона. Или по теореме Тифагора. То есть получается диагональ – это корень из… – Корень из двух, 10 корней из двух. – 10 корней из двух. – Да. Если ты знаешь эту формулу. Если нет, понимаешь, если ты уверенно её не знаешь, мы в процессе выучим, потому что очень много задач, и тратить время каждый раз вычислять по теореме Тифагора – это не целесообразно. А здесь, если вот это у тебя прямоугольный треугольник, значит, у тебя получается 10 квадрат плюс 10 квадрат. Это будет Д в квадрате. Да? Квадрат гипотенузы, а в данном случае это диагональ, равен сумме квадратов катетов. Катетов по 10. То есть отсюда у тебя Д будет корень из 200. Да, 100 плюс 100. А корень из 200 – это по-другому можно записать 2 умножить на 100. Согласен? Два остаётся под корнем. Извлекается. Получается 10 корней из двух. Если ты знаешь вот эту зависимость, что у квадрата диагональ корень из двух умножить на А, тогда можно сразу ввести арему Тифагора. Если не знаешь, то нам же нужно обязательно правильный ответ получить. Как ты пойдёшь – это уже в частности, лишь бы пришёл куда надо. Дальше. Если я теперь вот по вот этой диагональке разрежу твою пирамидку, что я в разрезе увижу? Я увижу вот такой треугольник. Вот здесь у меня задано по условию 7,5. Боковая сторона. Ребро боковое, да? По условию 7,5. Вот здесь вот вся диагональ 10 и 2. Вот так. Нам просто вся не надо. Нам достаточно. Если вся диагональ 10 корней из двух, тогда половинка – это 5 корней из двух. И тебе… Корень из двух остаётся, да? Да, корень из двух остаётся. И тебе нужно найти вот эту высоту. Вот эту высоту h. Вот здесь вот теорема Пифагора будет. Понимаешь? Понимаешь? То есть у нас катет один неизвестен? h, да, нет. Да, у нас катет один неизвестен. Гипотенуза известна, второй катет известен. Но это тоже простейшая задача. Теорему Пифагора тоже надо хорошо научиться ей пользоваться, потому что, скорее всего, теорема Пифагора будет. То есть 7,5 в квадрате минус 5 корней из двух. Сделай, пожалуйста, Семён, это самостоятельно. Я хочу посмотреть, как ты вычислишь тут немножко корни. Ну, корни совсем простые, поэтому у тебя, я думаю, получат. Здесь наши вебинарщики, я смотрю, вопросом не пишут. Наверное, всё им пока понятно, задания не сложные. Так. 7,5 возвёл в квадрат? Получилось 56,25. 25 сотых. А 5 корней из двух возвёл в квадрате? 50 получается. 50. То есть получилось, что корень квадратный из 6,25. Это такое знакомое число, да? А 6,25? Конечно. А как 56 минус 50? Это 2,5? 2,5. 2,5. Вот твой ответ для твоей высоты. Тоже это такая типичная задача. Вот что-то из этого может быть на ближайшей вашей диагностике, которая будет 22 сентября. Тоже надо писать, чтобы... Обязательно пишите, не пропускайте. Старайтесь, потому что некоторые пытаются там, ну, типа, я болел, не приходить. И, мне кажется, она напрасна. Потому что есть возможность потренироваться. И, по крайней мере, вы потом будете знать, где вы ошибаетесь, на что обратить внимание. Вот вторая задача, она немного поинтереснее, посложнее. В первом цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 сантиметров. Цилиндрический сосуд. Представили цилиндр, да? Объем цилиндра. Как находится объем цилиндра? Объем основания на высоту. Площадь основания на высоту. Отлично, да. Площадь основания на высоту. В основании цилиндра круг. Да, площадь круга мы знаем. Пи-р квадрат умножить на аж, да? Можно через диаметр точно так же, да? Если через диаметр, тогда немножко другая формула. Через диаметр не помните? Вам легче через радиус, да? Да, реально. Ну, это не принципиально. Пусть будет. А через диаметр это не два пи-р квадрата? Нет. То же самое, все. Здесь нет два пи. Два пи-р – это длина окружности. А для площади два нет. Не путайте длину. Единственное, что диаметр – это половина радиуса. Ой, в два раза больше, чем радиус. Да? То есть, чтобы к радиусу привести, мы вместо радиуса пишем d, деленное на 2. Возводим его в квадрат, получаем d квадрат, деленное на 4. Потому что как мы дробь возводим? И числитель возводится, и знаменатель. Значит, площадь цилиндра, вернее, объем цилиндра через диаметр находится, как пи d квадрат, деленное на 4. И все это умножаем на высоту h. Здесь был радиус, да? А радиус равен d на 2. То есть, вот если вы не понимаете, как… В данном случае нам диаметр задали по условию. Радиус равен d делить на 2. Согласны? Радиус – это половина диаметра. Теперь, если я вот это возведу в квадрат, и вот это возведу в квадрат, что получится? Вот эта двойка, она относится и к числителю, и к знаменателю. Понимаете? Поэтому вместо радиуса в квадрате мы запишем d квадрат, но уже деленное на 4. Значит, изначально высота была у вас h1 равно 16. Потом у вас увеличили… Сейчас я не помню, посмотрю во сколько. В 2 раза больше диаметр, чем первый. Значит, диаметр стал в 2 раза больше. Стало 2 диаметра. Но объем не поменялся. И в одном случае, и во втором случае объем остался один и тот же. Да? То есть, в результате произведения должно получиться то же самое. h1. Значит, что πd квадрат деленное на 4 умножить на 16 должно быть равно, все равно, что π. А здесь диаметр увеличивается в 2 раза. Значит, 2d в квадрате – это будет 4d квадрат. И все это делим на 4. Вот эта четверочка здесь остается. Вот эта. Она никуда не девается. И умножить на h2, которое у нас неизвестно. Значит, что у нас тут… То есть, мы сыграли на чем? Что объем был, объем стал. Объем не поменялся. Поменялись только параметры диаметра. Значит, теперь чистая арифметика. На π можем разделить левую и правую части. Зачем нам это? Можем, да? Ничего после этого не меняется. Дальше. Четверки сокращаются. Я вам подробно просто так пишу. Да, здесь тоже сокращается вот это. И здесь остается 4. Значит, получается, что h2 равно… Ну, и d квадрат здесь и здесь тоже одна и та же практически величина. Да? Потому что мы же выразили через один и тот же диаметр. То есть, получилось, что h2 у вас равно 4. Но это здесь несложная арифметика. Формулу через диаметр для объема вы поняли, да, как получается? Все это вызубрить, конечно, очень проблематично. А если понимаете, что вы делаете, откуда, что берется, тогда все получается с решением. Еще я что вам хотела сказать. Это надо было сказать, когда мы решали первую задачу, но я немножко отвлеклась, извините. Значит, есть вот прямоугольный треугольник. Еще древние египтяне обратили на такую зависимость, что если один катит 3, второй катит 4, тогда гипотенуза будет 5. 3 в квадрате 9, 4 в квадрате 16. 9 из 16 – это 25, да, то есть 5. Вот этот треугольник называется египетским. Египетский треугольник. То есть, а вы уже теперь как продвинутый, знакомый с египетским треугольником. Если вы видите, что у вас гипотенуза 5, а один из катитов 4, то понятно, что второй будет 3, и не надо вычислять. Если один из катитов 3, то понятно, что второй 4, и не надо вычислять. Понимаете? То есть вот знакомство с египетским треугольником. Дальше зависимость. Она продолжается. Здесь они отличаются на единичку. 3, 4, 5. Дальше. Вот вы тоже мучились, вычисляли. А если бы вы это знали, то вы бы не мучились. Если на двоечку отличаются 6 и 8, тогда здесь будет тоже на двоечку больше. 10, и не надо мучиться и вычислять. Вы понимаете? 36 плюс 64 будет 100, или 10 в квадрате. Здесь уже на 2 единички отличаются. Если вы возьмете... 9, 12 и 15. 81 плюс 144 будет 225. Это самые распространенные треугольники, которые наиболее часто встречаются. Не надо тратить время и вычислять, если вы это знаете. Дальше тоже есть зависимость. Можете, если вам есть время и желание, можете дальше поискать. На 4 там отличается, на 5. Но вот эти три треугольника неплохо бы запомнить. Дальше. Дальше у нас задача. Логарифмы вы прошли? Нет. Значит, у вас немножко другая школа. Что я хочу сказать по поводу вот этих задач физических? Здесь чисто арифметика. Их надо порешать, вы будете решать. Баллы нужно все взять из первой части. Обязательно стараться по максимуму. Они самые легкие, их нужно брать. Значит, ничего здесь сложного нет. Просто берете, аккуратненько выписываете себе формулу. Да? Потом выписываете вместо каждой буковки ее величину. И после подставляете и вычисляете. Это простейшая арифметика. Очень жалко, что вы не решали еще логарифмы. Но я думаю, тут у вас еще все впереди. Значит, вот эта задача, видите, вот эта арифметика, она равна 2 метра в секунду. Да? С у вас известно. 1500 метров в секунду. Вот вылечена. Ф и Ф нулевое. Ф и плюс Ф нулевое. Значит, можно все подставить и вычислить. Иногда преподаватели настаивают на том, чтобы выражали величину. Мне кажется, с выражением вы быстрее запутаетесь. Вот я рекомендую тем, кто не особенно умеет выражать одну величину через другую, Я рекомендую сначала подставить, а потом получить неизвестную. Мне кажется, так проще. То есть вы подставите место Ф нулевое, место Ф, место С и все это вычислите. Ну, у нас здесь время немножко ограничено. Я бы хотела еще на задачи обратить внимание. Все успеть не удается. Вот задачи. Решайте. Первая труба пропускает на 8 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 180 литров, она заполняет на 8 минут дольше, чем вторая труба. Значит, для этих задач единица измерения. Обязательно, да. Здесь у нас литровую минуту ничего преобразовывать не надо. Секунд уже нету, да. Литровую минуту нормальное измерение. Две трубы. Составляем простенькую схемку. Первая труба, вторая. Здесь у нас спрашивают в задаче, сколько литров в минуту пропускает первая труба. Вот ее скорость. Давайте примем за х, чтобы мы сразу получили правильный ответ, а то иногда радостные вычисляют вторую трубу и не помнят уже о том, что первую-то просили найти. Значит, скорость 8 литров в минуту, а объем 180 литров для одной и для другой трубы. Значит, как у нас будет выглядеть задача? У нас первая труба, мы примем ее скорость как бы х, да, за х. Тогда у второй трубы скорость будет больше на 8. Как мы это обозначим? Х плюс 8. Х плюс 8. Хорошо. Дальше. Скорость. Объем у них разный. Одинаковый. То есть я В напишу здесь как прописную скорость, а для объема жестко поставлю В. Значит, 180 литров и здесь, и здесь, да. А разность по времени первая на 8 минут меньше, да. Значит, вторая на 8 минут больше. Если у этой время наполнение бассейна Т1, тогда у этой время наполнение Т2. Согласны? И разность между временем наполнения одной и второй трубы, то есть от большего времени Т2, мы вычитаем меньшее время Т1. И получаем, чему это равно? 8. Это как бы остал вашей задачи. Это основное уравнение, на которое мы нанижим наше уравнение дальше. Значит, как найти Т2? Время мы объем, разделим на скорость. И получим время, да. То есть, что мы 180 делим на х плюс 8. Нет, не на х плюс 8, от большего. У первой же меньше. Значит, здесь, да, здесь я немножко погорячилась. Стойте. Т1 минус Т2. Будет так. И здесь тоже. На х. То есть, больше труб получится, когда числитель меньше. Правильно? Правильно. Значит, будет Т1 минус Т2. И будет что? 180 деленное на х минус 180 деленное на х плюс 8. И все это равно 8. Вот уравнение мы составили. Дальше нужно аккуратно решить это уравнение. Общий знаменатель какой здесь будет? Х умножить на х плюс 8. Значит, х умножить на х плюс 8. Я думаю, тут вы справитесь. Сюда будет дополнительный множитель х плюс 8. Сюда дополнительный множитель х. Значит, если это все перемножить, сократиться. Здесь получится 8 умножить на 180. Я не буду спешить это перемножать, потому что я ленивая. Здесь общий знаменатель х квадрат плюс 8х. Да? Да. Да, восьмерка. Здесь будет х квадрат плюс 8х. И вот хорошо, что я не умножала. Я сейчас могу сократить на вот эту восьмерку. Если разделить левую и правую часть уравнения на 8, ничего у нас не меняется. Дальше. Получаем квадратное уравнение. х квадрат плюс 8х минус 180. Рамон. Или по теореме Виета, или через дискриминант. Теорему Виета знаете? Да, но я ее... Произведение корней дает нам свободный член со своим знаком. Поскольку С у нас с минусом, значит, корни будут с разными знаками. Один с плюсом, один с минусом. Причем больший будет с минусом. Почему? Потому что нам же нужно... Вот здесь вот минус В получается. Да, то есть... Да. Значит, какие здесь корни подходят? Ну, чтобы 180 – это 10 и 18. Согласны. Больший должен быть отрицательный. 10 умножить на минус 18, получили С, минус 180. 10 сложили минус 18, получили минус 8. А сюда мы пишем противоположное сумме число. Минус В. То есть, дальше анализируем задачу. Наша скорость не может быть отрицательной. Поэтому это будет посторонний корень. И единственный корень, который нас удовлетворит – это 10. Первую трубу мы ее и приняли за X сразу. А на самом деле не торопитесь и обязательно прочитайте свою задачу. Правильно ли вы даете ответ. То есть, вы должны отвечать, что вас спросили, то вы и отвечаете. Так. И что у нас еще здесь? Ну, логарифмы вы не проходили, поэтому производную я, наверное, не буду с вами рассматривать. Вот это. Вот задача еще. Весной катер идет против течения реки в 1,2 раза медленнее, чем по течению. Это из кимов этого года. То есть, что-то, если вот эта задача – это из прошлого года кимы, да, то есть, ну, это… Если в девятом классе вы такие задачи решали, то решали. Здесь вот немножко свежее веяние, да, немножко задача другая. Давайте ее попробуем решить. Весной катер идет против течения реки в 1,2 раза медленнее, чем по течению. А летом течение становится на 1 км медленнее, оно замедляется летом. И поэтому катер идет против течения в 1,2 раза медленнее, чем по течению. Найдите скорость течения весной. То есть, тормозит он меньше летом. Вот эти дроби себе хотя бы запишите. Значит, весной катер идет против течения реки в 1,2 раза медленнее, чем по течению. Здесь, я думаю, нужно составить уравнение с двумя переменами, потому что у нас два неизвестных. У нас только в сколько раз, понимаешь, есть сравнительная величина для них, да, но неизвестно ни одно течение, ни второе. Значит, если мы примем скорость катера х, а скорость течения у, или наоборот, как это у тебя хочется, обозначим скорость течения за х. Пусть скорость течения х, весной скорость течения. А скорость катера у, ну, имеется в виду, что катер ездит с одинаковой скоростью собственной, что весной, что летом. Меняется только скорость течения, да. Значит, какое у нас получится с тобой уравнение? Смотри, если по течению он, тогда его течение ускоряет, да, то есть скорость какая будет? у плюс х, да. А если против течения, тогда будет у минус х. Если это все сравнить, как в, у нас же в, да, то есть если бы было на, тогда мы вычитаем, а если в, тогда мы делим, да, то есть, ну, или умножаем, допустим, вот эту скорость на 1,2 раза получаем вот эту, если тебе понятнее так. Или делим вот эту на вот эту и получаем, ну, тут подумай, как тебе понятнее. Можно вот так записать. И будет 1,2. Давай сразу неправильную превратим. 1,2 это 5,3. Хорошо. Это будет 5,3. А можно было записать, что у минус х умножить на 5,3 равно у плюс х, если так тоже можно составить. Понимаешь? Вы больше, значит, умножил и получил то, что больше. Теперь отсюда нужно выразить х и урек. Справишься? Да. Ну, пропорция перемножаем на, конечно, наискосок, пропорцию не узнал. Значит, будет 3у плюс 3х равняется 5у. И получается там какое-то простенькое уравнение. То есть, если методом подстановки решать, то получится, что так, 5у минус 5х. Ну, да решай, что у тебя получится. У чему равен? Получилось. Переносим с хами в одну сторону, с уреками в другую. Урек равен 4х. Вот это у нас будет подстановка. Я вот здесь вот ее так вот запишу аккуратненько в уголочке. Да? Вот эти промежуточные вычисления я уберу. Значит, дальше. А летом что происходит? Замедлилось течение. А за х мы обозначали то, что нас спрашивают на эти задачи. Да? За х мы обозначили течение. Да? И теперь оно стало меньше на единицу. Значит, и, соответственно, другая величина. То есть, аналогичное уравнение. Понимаешь меня? Понимаю. То есть, что у нас получается? У плюс х минус 1. Течение стало меньше. Дальше. Разделить на у минус. Х минус 1 в скобки беру, потому что это должно быть... Ну, здесь знак поменяется потом, когда мы раскрываем. То есть, мы течение отнимаем все изменившееся в этом в скобках. И все это равно 1 целая, 1 вторая. То есть, это 3 вторых. Да? Полтора яблока. 3 вторых. И дальше вместо у мы можем подставить 4х и решить уравнение с одной переменной. Как видишь, ничего сложного абсолютно. Значит, получается 4х плюс х минус 1 разделить на 4х минус х плюс 1. И все это равно 3 вторых. Дальше упрощаем. Преобразовываем и получаем 10х минус 2 равно 9х плюс 3. И решаем уравнение. Получаем, если перенести сразу х, а здесь будет х равно 5. Вот скорость вашего течения. В клеточку запишешь просто 5 без знаков, без всего. Хорошо, хоть ответ не надо писать бесконечно. Здесь пока все. У нас время заканчивается, к сожалению. Я вот здесь вот еще хотела предложить решить уравнение, но мы не успели. Значит, производная с логарифмом. Но это в течение года вы научитесь это делать. Потому что я вот здесь вот приготовила табличку производных. Вы, если хорошая табличка, потому что здесь есть производная для простой функции и для сложной функции. Сложная функция, когда это функция от функции. Вам давали сложную функцию уже? То есть там нужно еще умножить на производную от под функции. И не важно, по формуле в принципе можно разобраться. Вот для натурального логарифма, логарифм натуральный х производная, да, равна просто единица деленная на х. Понимаете? А потом, когда просят найти точки экстремума, максимум или минимум, мы должны эту производную вычислить по формуле и приравнять ее к нулю. И найти эти точки. А потом посмотреть, как меняет знак с минуса на плюс или с плюса на минус. То есть эта точечка у вас в ямке или на горе. И правильно выбрать эти точки. Ничего сложного. А вот если у вас сложная функция, да, то есть не просто х, а еще какая-то зависимость, тогда то же самое, просто еще нужно умножить на производную от этой под функции. Вот в данном случае у нас логарифмическая функция непростая. Видите? Почему? Потому что здесь х плюс 4, да, еще в квадрате. То есть эта функция сложная. Если бы был просто логарифм х, тогда производная единица, деленная на х, да. А здесь будет единица, деленная на х плюс 4 в квадрате, и еще умножить на производную от х плюс 4 в квадрате. То есть производная от х плюс 4 в квадрате, это 2 вперед выходит, да? Да. Понятно. Ну, это вы знаете. Вот и все. Ничего сложного по формулам. А дальше приравниваете к новой и вычисляете. Но это нужно попрактиковаться. И вот здесь вот тоже, чтобы набрать какие-то весомые баллы, обязательно нужно решать из второй части. И самое простейшее, что вот можно предложить, да, для начала, скажем так, это вот эти тригонометрические уравнения. Здесь, видите, косинус 2х, то есть надо, если поставили цель, значит, иди их, иди их, иди, тригонометрические формулы выучите. Я же не буду с вами хором их учить, понимаете? То есть вот эти вот формулы хотя бы надо знать. Косинус 2х – это интересная формула 2х, потому что первая формула у нее – это косинус 2х равно косинус квадрат х минус синус квадрат х. А там еще есть продолжение для косинуса, там еще дальше есть, да, там еще будет единица минус синус квадрат х и косинус квадрат х минус единица. Вот с этими дальними, дальшими формулами, да, их тоже надо знать, потому что они участвуют вот при решении вот этих уравнений. Там и обязательно выучите формулы корней, то есть для косинус х равно а, синус х равно а, тангенс х равно а. Катангенс, возможно, обойдем, но там несложно это все выучить. Так, теперь, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. И вот эта вот задача, мы уже не успели, но она все равно из второй части. Я на всякий случай думала, если времени будет достаточно ее рассмотреть. Она тоже решается несложно, но за нее дают баллы, это задача из второй части, понимаете? У вас, я смотрю, с процентами вроде неплохо, да, уже во всяком случае часть от целого вы находите. Вот, ну, я поэтому и дала эту задачу, потому что ни один вы на ней спотыкаетесь. Вот, она такая вот с хитренькой, первое задание. А вы знаете, сколько много? Бывает такой год, что первое задание чуть ли не 80% не решает, потому что они дадут вам что-то, а дети невнимательные. И потом еще такое отношение, а первое, это легкота. А на самом деле надо вот, потому что баллы за него дают, точно так же, как и за 12-е. Вот, и свидетельство вот такое вы получите, если курсы заканчиваете. Выдают вот такие свидетельства красивые. Вопросы, если есть, не знаю, здесь у меня на сайте все спокойно, руку никто не поднимает. Значит, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы выберете правильно курс себе для подготовки. Посоветуйтесь с менеджером, сами подумайте, какие цели вы ставите. Может, кому-то нужна математика с нуля, если кто-то слабый совсем здесь есть. Есть математика с нуля, есть, там входят степени, корни, вот такая. Есть геометрия с нуля, планеометрия, есть стереометрия с нуля. То есть курсы разные есть. Есть интенсив, есть подготовка к ЕГЭ, часть первая. Сейчас пока еще есть время, я думаю, надо заниматься и прилагать усилия. Надеюсь, еще увидимся с вами. Субтитры подогнал «Симон»!